Здравствуйте! В эфире программа «День города» Марина Комиссарова в студии. В ближайшее время я и мои коллеги расскажем о главных событиях минувших суток. Смотрите сегодня. Новый губернатор прибыл в Рязань. В областной думе представили Николая Любимова. Лыжи мечты, горнолыжный спорт для детей с ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна активно развиваются в регионе. Воспоминания о войне, о событиях Афганистана расскажут участники боевых действий. Сегодняшний день стал особенным в жизни региона. В гербовом зале областной думы общественности представили нового главу Рязанской области. Подробности далее. В течение 9 лет главой Рязанского региона был Олег Ковалев. Вчера он досрочно, добровольно сложил свои полномочия. А сегодня в силу вступил указ о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области Николая Любимова. Со вступлением его в должность многие связывают большие надежды. Николай Любимов с сентября работал депутатом Госдумы от Калужской области. Глава государства 14 февраля встретился с Любимовым, предложив ему сделать Рязанскую область не хуже, чем Калужскую. И главное, быть поближе к людям. Если я вам предложил возглавить соседний регион Рязань, сделайте там как минимум, чтобы было как минимум, как в Калуге. Какие вы видите вообще там перспективы? Считаю, что эта область очень перспективная. Конечно, очень красивая, с культурным богатым, в прошлом, историческим, с богатым потенциалом в сфере туризма. Ну и, конечно, промышленно развитый край и сельскохозяйственно развитый. На церемонии официального представления чиновника в областной думе присутствовали депутаты, члены регионального правительства, руководители подразделений федеральных ведомств и муниципалитетов, а также общественные деятели. Представил любимого полномочный представитель президентов ЦФО Александр Беглов. Перед регионом стоят непростые задачи и новому руководителю области нужно будет находить дополнительные импульсы для развития территории. Николай Викторович опытный управленец, он прошел все ступени региональной карьеры, хороший финансист, экономист, хорошо знает, как устроен регион. И определенное время поработал в федеральном центре, в Государственной думе. И я уверен, что его профессиональный опыт пригодится области, сумеет выйти, и область сумеет выйти на лидирующие позиции по всем направлениям. В СМИ активно обсуждают, что ротация кадров неизбежна. Однако временно исполняющий обязанности рязанского губернатора Николай Любимов заявил, что не будет приглашать на новую работу старых коллег. Он отметил, что в своей работе намерен опираться на местные кадры, на людей с Рязанщины. Я не собираюсь гнать сюда эшелоны с чиновниками из Калуги или из Москвы. Здесь очень много талантливых и перспективных людей, и я со своей стороны постараюсь использовать свой опыт муниципальной, региональной, федеральной работы на благо развития Рязанской области. Очень рассчитываю также на помощь актива местных жителей, депутатов Государственной думы и членов Совета Федерации от Рязанской области, депутатов областного, городского, местных собраний. Я уверен, что мы вместе сможем улучшить жизнь рязанцев и стать одним из лучших регионов России. Сегодня поступила информация о назначении в администрации Рязани двух новых руководителей подразделений. Должность начальника управления образования и молодежной политики вступил Алексей Зимин, бывший исполняющий обязанности ректора РГУ, сменив Виталия Еремкина, который теперь станет директором строящейся школы в Песочне. Пост начальника управления благоустройства города заняла подмосковная чиновница Елена Литвинова. Последуют ли другие перемены в аппаратах власти, покажет время. На официальное представление преемника Николая Любимова пришел покинувший пост рязанского губернатора Олег Ковалев. Уважаемый Николай Викторович, я искренне желаю вам успехов в руководстве региона. Рязанская область обладает большим, действительно большим потенциалом. Многое сделано для ее развития, но еще больше предстоит сделать. Я уверен, что Рязанская область ждет хорошее будущее. Дорогие друзья, к вам я обращаюсь с просьбой поддержать Николая Викторовича в его работе. Ему оказал доверие наш президент Владимир Владимирович Путин. Я со своей стороны, где бы ни работал в дальнейшем, буду делать для Рязанской области все возможное, что будет в моих силах. Аркадий Фомин подарил Ковалеву книгу о Думе с автографами всех депутатов и часы. А вступивший в должность временно исполняющего обязанности главы региона Николай Любимов предложил Олегу Ивановичу стать советником губернатора на общественных началах. Хочу отметить, что Олег Иванович востребован на федеральном уровне и уверен, что он продолжит свою работу на благо Рязанской области и в дальнейшем. Олег Иванович, спасибо вам большое. Кроме прочего, Николай Любимов сообщил, что его семья, жена и две дочери-школьницы полностью поддержали решение чиновника и планируют переехать с ним в Рязань. Временно исполнять обязанности губернатора Николая Любимов будет до сентября, пока не состоятся выборы губернатора. Первый же день вступления в должность нового главы региона видны позитивные перемены на улицах города. Активную работу по очистке снега ведут снегоуборочные машины и специальные службы. Правда, в избранных местах, а именно возле областной думы и на близлежащих улицах. Насколько работы продолжатся и охватят ли они остальные территории города, станет ясно в ближайшие дни. А пока к другим новостям. Начиная с 2011 года в России отмечается важная дата – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день, 15 февраля 1989 года, советские войска покинули территорию Афганистана. Процесс вывода войск занял 9 месяцев. За это время на родину вернулись около 100 тысяч солдат и офицеров. С участниками тех событий пообщалась Галина Ершова. Опять стрельба, бинты и гали, опять попал под Кандагар, Уж лучше к черту в пекло, но так надо. Опять в ущелье караван, опять в ушах, как барабан, Грохочек где-то справа канонада. Сегодня в музее ВДВ открылась выставка, на фотографиях которой застыли мирные боевые будни солдат. В январе 1980 года они вошли в Афганистан. Историки и аналитики называют эту войну самым жестоким и кровопролитным полем боя, развернувшимся после Великой Отечественной войны. Около 30 полотен отпечатков памяти о людях и их быте, о судьбах погибших и вернувшихся, о времени, когда никто не чувствовал себя в безопасности, но продолжал жить и дышать полной грудью. Алексея Филатова война преследовала с детства. Я ее видел, чувствовал, потому что у нас вся земля была изрыта. Я пацаном рос, у нас оружие валялось. Он идешь, ногой пнешь, пули, патроны, автомат был немецкий, МП-42, настоящий. Только патрон не было к ним, а так все было. Ему было всего 18, когда его, солдата-срочника, распределили в Афганистан. Он стал одним из первых, кто принял участие в боевых действиях. Дело в том, что, к тому мы первые прилетели, у нас не было никакого опыта, ни ведения боевых действий, тем более опыта стрельбы по людям. Жили в палатках, автомат под головой, спишь, автомат. Спали очень мало, конечно. Честно скажу, у меня был дефицит этого недосыпания такого, потому что спали по 4 часа в сутки, так доходило до этого. Отработка тактических приемов и изматывающая физическая подготовка – это то немногое, что давало возможность выжить. Но морально подготовиться к войне невозможно. Алий Алиев прошел подготовку в Рязанском военно-воздушном училище. Имел опыт командования полковой разведывательной ротой. Но приказ подготовить подчиненных к настоящим боям застал его врасплох. 23 декабря 1979 года он вместе с батальоном вылетел в город Кабул. В ночь с 25 декабря мы получили команду захватить штаб БВС ПВО Афганистана. Соотношение сил и средств было для нас очень невыгодно, поскольку у меня было 182 человека для выполнения этой задачи. А у противника, у нас на охране и обороне, а также ближайшие резервы, более двух тысяч. Он командир. От его слова и решения зависят жизни людей. И принимать их бывает мучительно больно. Этот захват прошел удачно. Выжили все, кроме одного. Механика водителя боевой машины, рядового Поварузнюка. Он был родом из Рязани. Каждый год 2 августа и 15 февраля Али приходит на его могилу. Минимальные потери, которые до сих пор больно жгут его сердце. Нужно быть просто человеком. Тогда все пойдет нормально. Требовательность со мной собой. Подчиненных нельзя жалеть. Их надо беречь. Если подчиненных нет, значит и командовать некому. Его батальон приходил из боевых на 2-3 дня. Помыться, загрузить боеприпасы, обслужить технику. Полтора года под постоянным прицелом. Афганистан долгое время был для нас скрытой страницей жизни. Но сейчас о ней можно и нужно говорить. Читать книги, смотреть фильмы и фотографии. Общаться с участниками тех событий. Чтобы понимать, кто и зачем рисковал своей жизнью. Следственный комитет возбудил уголовное дело о загрязнении почвы опасными промышленными отходами на полигоне в Турлатово. Дело возбуждено по материалам УФСБ России по Рязанской области. После проверки УФСБ и Минприроды, которая происходила на полигоне 17 января. Следственным управлением Следственного комитета России по Рязанской области по поступившим из регионального управления ФСБ России материалам по факту осуществления деятельности по обращению с опасными отходами, повлекшими за собой загрязнение окружающей среды, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 247 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. По данным следствия, в период с декабря 2016 года по январь 2017 года на промплощадке в районе Турлатово размещена концентрированная серная кислота, относящаяся ко второму классу опасности, что повлекло загрязнение почвы и ее деградацию. Следователи отмечают, при таком состоянии почва уже не может выполнять своих экологических функций. Данный факт является нарушением требований законодательства об обращении экологически опасных веществ и отходов. В настоящее время устанавливаются виновные в произошедшем. Добавим, несмотря на протесты экологов, возмущение общественности и решение судов, деятельность полигона, расположенного на территории бывшего завода в поселке Турлатово, никогда полностью не прекращалась. К другим темам. Горные лыжи и сноубординг мы привыкли воспринимать как экстремальные виды спорта. Не у каждого человека хватит смелости для того, чтобы заняться тем или другим. Возможно, посмотрев наш следующий сюжет, кто-то из вас справится с сомнениями и страхами и отправится на горнолыжный склон. Речь пойдет о людях, достойных восхищения, о тех, кто создал и участвует в проекте «Лыжи мечты». Тимуру семь с половиной лет. Он уже совсем уверенно стоит на лыжах, спускается без посторонней помощи, кантуется, регулирует скорость. Кто бы мог подумать, что мальчик почти не ходит. У него детский церебральный паралич. И когда три года назад родители привели его на занятия по горным лыжам, вряд ли кто-то мог подумать, что Тимур достигнет таких успехов. Мы участвовали уже в прошлом году. Шесть-то-е-места. А здесь, в Рязани? Нет, в Москве. В Москве. Шестое место. Ну, здорово. А к победе будешь стремиться? Да. В следующий раз первое? Постараешься? Да. Все начиналось непросто. Даже держать тело в вертикальном положении и не падать – это большая проблема для ребенка с нарушениями центральной нервной системы. Помогают тебе лыжи для здоровья как-то? Как ты считаешь? Ноги разминать. Основатели проекта Сергей и Наталья Белоголовцевы, перепробовав все возможные методики лечения для своего сына с диагнозом ДЦП, однажды решились на эксперимент и поставили парня на горные лыжи. Уже спустя две недели занятий стало очевидно, что горнолыжный спорт – довольно эффективный метод реабилитации ДЦП и других ограниченных возможностей здоровья. У нас в соседнем доме живет мальчик, у которого ДЦП. И вот он очень редко выходит на улицу, только когда хорошая погода, когда сухо. И мы однажды шли к дому, увидели этого мальчика. И муж говорит, мне так жалко таких детей, сколько же они в жизни недополучают. Я говорю, Леша, ну может быть для них просто по дорожке пройти. Экстрим такой же, как для вас с горка. Ну как-то поговорили и забыли. Буквально через неделю услышали, что в Москве, в Канте проходят тренировки детей с ДЦП. Ну Тимур наш первый ученик. Начиналось все с дикого рева, с дикого скандала. То есть первый переход на склон – это страшно для детей. Потихонечку научили его держать равновесие. Работать с такими ребятами – большая ответственность. И это совсем не просто психологически. Не каждый способен пойти на такой труд. В Рязанском спортивно-развлекательном комплексе «Семена Оленинская» есть специалисты. То есть мы пригласили благоловцевых. Они нам провели семинар. Отучили наших конструкторов. И в принципе мы уже три года, кажется, работаем по этой программе. После того, как это все завезли в Кант, мы взяли на вооружение. Пытаемся работать. Комплекс делает для этого все возможное. Мозг и тело человека, поставленного в нестандартные условия, вынуждены одновременно выполнять большое количество новых заданий. На непривычной скорости с поразительной быстротой перестраиваются. Улучшается осанка и координация, сокращаются спастические симптомы, повышается стойкость к простудным заболеваниям и появляется уверенность в своих силах. Даже небольшой курс из 10-15 занятий дает очевидные результаты. Однако, как показывает практика, одним курсом дело никогда не ограничивается. Вместе с ребятами к занятиям приобщаются и родители. Меня ребенок приобщил, да, можно сказать, с этого сезона только встал на лыжу благодаря ему. И вместе с ним, можно сказать, обучаемся. Хотя медицина еще не дала официальных обоснований эффективности занятий горнолыжным спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья, сам факт выхода ребят в общество, их контакты со здоровыми детками уже очень важный результат программы. В православном мире сегодня отмечают Сретение Господне, один из древнейших праздников христиан. Однако, до прихода этой религии в наши предки считали, что в этот день происходит встреча зимы и весны. Также считалось, что по знаком природы можно предсказать, когда ждать тепла и каким будет урожай. Сретение Господне – один из 12-20 праздников православной церкви. В этот день, с 40-й по Рождестве Христовом, Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла младенца Иисуса в Иерусалинский храм, чтобы посвятить его Богу. Славянское слово «сретение» переводится как «встреча». Встреча человечества в лице старца Симеона с Богом. Однако праздник этот почитался на Руси еще до прихода христианства. И существует множество народных примет, связанных с днем встречи весны с зимой. Если небо чистое и видно звезды, будет большой урожай. Ясная и тихая погода – удачный год для пасечников. Какая погода на Сретене – такова и весна будет. Звездное небо к поздней весне. Капель на Сретене – урожай на пшеницу. Вьюга – хлеба не будет. Метель на Сретене – к неурожаю. А ветер сдувает в деревья всю нечистую силу. И чем сильнее, тем лучше будет урожай фруктов. Судя по сегодняшней погоде, фруктов в ближайшем летом будет очень много. А весна придет ранее. Что ж, остается только дождаться. На этом все новости сегодняшнего дня. Прощаюсь с вами до следующих выпусков. Хорошего завершения дня. Хорошего завершения дня.